Молодая мама Вероника Лебедева в ожидании третьего ребенка. Семья живет в общежитии. Места, конечно, немного, но девушка не жалуется. В этой комнате прошло ее детство. Визит сотрудника в милиции ничуть не удивил хозяйку. Люди в погонах наведываются часто. Впрочем, как и соцработники. А все потому, что молодым родителям было сделано замечание относительно их ненадлежащего поведения. Злоупотребление спиртными напитками. Сегодня молодая мама констатирует, с плохими привычками не имеет ничего общего. В этой семье сделали правильные выводы. Не скандалите? Нет. Мирно живет, да? Да. Слава Богу. Не интересно, что это такое? Пилки в окно, то еще. Нет, я последний раз пила на Новый год. С ярлыком неблагополучная семья. 21-летняя мама желает распрощаться раз и навсегда. А потому стремится подавать отличный пример своим маленьким детям. Положительные выводы сделаны и в другой брестской семье. Она была признана в социально опасном положении три года назад. Мама троих детей воспитывает ребенка с особенностями развития. Женщина долго нигде не работала. Злоупотребляла алкоголем. Получала замечание относительно состояния жилья. Сегодня в квартире сделан ремонт. Положительные изменения в семье произошли. Женщина уверяет, вредную привычку переборола. К сожалению, не все визиты имеют счастливый финал. И семьи выходят из разряда неблагополучных. Не все граждане прислушиваются к славам участкового. Принимают взвешенные решения и становятся на путь исправления. Но как раз такие положительные исключения дают основания полагать, что есть небезнадежные случаи, а значит и небезнадежные граждане. Мы, в свою очередь, не реже, одного раза в месяц посещаем данные семьи, для того, чтобы проводить с ними беседы профилактического характера. С одними работаем, они благополучно снимаются в дальнейшем с учета, становятся на путь исправления. Но зато у нас есть другие неблагополучные, которых мы ставим на учет. Сегодня в московском районе города Бреста более 250 семей признанных в социально опасном положении. Рейды в их дома осуществляются ежемесячно. Как показывает практика, работа над собственными ошибками помогла не одной семье навсегда попрощаться с неблагозвучной приставкой «неблагополучная». Субтитры создавал DimaTorzok